всем доброго времени суток с вами канал артмания и сейчас мы с вами будем готовить обед моему сыночку вот его чашечка с его любимым жирафом сегодня у нас на обед каша геркулесовая мой господи геркулесовый с пшенкой что-то я никак выговорить не могу так и банана с такой вот есть банан есть так вот у меня нож так отрежем ой какой-то подгнивший немножко этот верх мы немножечко срежем ну и вот это конечно боковину мы не будем давать и . сейчас еще возьму еще один у меня банан есть положим у меня вот еще один я у мужа отобрала вчера банан купил себе два купил себе 2 я него кусочек отрезала но он этот кусочек есть не стал там его зиме в кашу заберем разламываем и переменаем вилочкой чтобы у нас были кусочки жестковатый что были кусочки чтобы он их эти кусочки жевал вот потому что он получается так то что я ему стараюсь давать все с кусочками когда он приезжает к бабушке то она ему все перетирает на мелкой терке на блендере и отвыкает у нее жевать и получается вот как то вот так и постоянно так оставим вот тут у нас вот стоит кастрюлька потому смотрите мы варили кашу покажу вот она видите прошлый раз мы с вами каш помните варили в прошлом предыдущем влоге она вот становится вот такой вот и вот тут вот счет она есть пространство то есть вот у меня ложка заладить но почти не пачкается то есть она вот так становится вот она такая вот очень вкусная кстати и мужу понравилось очень ребенку и мне тоже накладываем порцию где-то мне сын опять каша заканчивается где-то так он съедает у меня можно туда немножечко молочка добавить у нас молока осталось мало надо докупать тарелку вам не видно было вот он такую порцию сейчас я ее разогрею а еще смесь кстати еще смеси обязательно даю сейчас тоже буду подготавливать ее так ну вот она кашка мы с вами перемешиваем сейчас на искать все у господи как много неужели такой маленький малыш только съедает столько он же у меня мальчик правда ведь мальчик он очень любит кашу эту банан очень любит банан мы летом когда куда-нибудь идем я всегда брала с собой банан и с помощью банана его учила чтобы он жевал учился жевать то есть у меня вообще прямо почти получилось но отдохнувшись с бабушками конечно он очень быстро всему этому разучился но знаете что самое интересное когда с бабушкой когда они его пытаются накормить тем же например бананом он всегда давится какой-то едой допустим не перекрученный он все время давится если я его начинаю кормить если я начинаю кормить у них он тоже давится если тем же бананом я начинаю кормить его дома здесь уже он не давится все нормально то есть тут не знаю психология знать на что давить можно чтобы не жевать ему видимо лень вот они прям кусочки банана везде видны и пойдемте его на коме пойдемте со мной наверно дима оказывается у нас спал я ему там готовлю кашу тебя вообще не подошел так от себя не видно давай там будешь стоять там стой все понимаешь все равно что-то мало жует эту кашу вот там и банан водичку стала попьем не знаю может мне так кажется может кажется мне просто просто мы с вами как ложку одну ложку с вами очень долго пережевываю ну пока мере я может он в отца пошел потому что женю вообще не жует он глотает просто и все еще быстро да ты смотришь на себя как будто в зеркало расскажи как-то слюнявчик примерял вчера одел слюнявчик и тут зеркало вот есть у него это на шкафу и перед зеркалом примеряется слюнявчик то так вот в бок повернет смотрит так из на него смотрит так двигается так то зачем так туда-сюда потом другой бок потом ровненько поставить примеряет так интересно да зайка да зайка да зайчонок с бананом вкусно вкусно скажи чё ты надо маму погладить обязательно да ой 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 кто-то меня там ушко 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 да как вкусно да ты уже почти всю кашу доела ка камера ка ме ра ка ме ра да да зайчонок по почти правильно но только не по а ка ка ме ра папа тут вообще ни при чем папа никак не относится к камере ты еще молочко теперь там спрятался но выгляни выглядывай 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 тут прячешься за этот столб А пахнет как обалденно. Сейчас будешь спать. У тебя сейчас сон. У тебя как раз время 3 часа где-то с чем-то тут у нас. Все. Тарелка пуста. Покажем всем. Вот, тарелка пуста. Дима съел. Ты наелся, сына. Все, пусто. И ты, по-моему, еще и голодный. Ну вот, наконец, настал тот день, когда я буду переливать свой мед. Вот. Это сейчас у нас февраль уже начался. Не знаю, как ролик там этот выйдет. Долго я собиралась. Я хотела перелить его полностью вот в такие вот пластмассовые контейнеры. Но я не нашла их. Пришлось взять мои старые. Сегодня я узнала, что, оказывается, у меня есть еще один. Второй такой. И подумала, что нужно скорее его переливать. Потому что он начинает уже засахариваться. И надо уже все. Вот. Я возьму такие две ложки. Такая вот. Она очень плотная. И деревянная. Начну, наверное, с деревянной. А там уже будет видно. Вот. У нас уже немножко не хватает. У меня мед разнотраве. Разнотраве я очень люблю. Оно очень-очень вкусное. Покупаю я уже в течение, наверное, лет трех у одного и того же продавца. Сейчас мы ее откроем. Вот. Ну, когда, знаете, он был вообще жидкий. Когда мы его купили. Когда он засахаривается, он становится жесткий. И представляется из трехлитровой банки. Вот здесь вот где-нибудь на донышке. Очень сложно вытащить мед. Вот. Первое дело, наверное, я себе в теплашечку сюда его выложу. Сейчас мы его будем... Сейчас я буду вся липкая. Опа! Сейчас я посмотрю, что видите вы. Так, а вы не видите ничего. А вот так вот видите. Надо пониже немножко. Вот так. Он даже там не надумывает, по-моему, особо. Хотя нет, он довольно мягенький. Да, он еще довольно мягенький. Поэтому уже пора его перекладывать. Эту теплашечку я перекладываю нам с Димой. Мы его будем кушать. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Ай-яй. Ай-яй-яй. Капает, капает. Ммм. Ай-яй-яй-яй. Капнула. вот это приклад приготовила два таких вот пластмассовых и две баночки на всякий случай надеюсь что стеклянные баночки не понадобятся потому что не очень я люблю честно говоря в стекло перекладывать всегда очень страшно что он разобьется и отношение к меду меня знаете как золоту всегда очень страшно а вдруг разобьется но это же все-таки мед наверное я так отношусь к меду потому что у меня бабушка с дедушкой занимались я знаю как он производится как он как пчелки живут как они с таким они огромным трудом все это достигает пчеловоды тоже таким трудом и все наверное этого знают так на дне там что-то уже застывать начал что-то Ой, что там выскакивает у меня. Ой. Кстати, лучше всего тарелочку подкладывать, чтобы, если кто-то это будет мед слизывать, чтобы его слизывать не со стола, который вы забыли вытереть, например, а с тарелки. И помыть потом легче. Вот, все. Чистая банка. Почти чистая. Сейчас я в отдельном ролике, наверное, для вас запишу, что делать с такой банкой, как оттуда извлечь мед. Вот, что там, как там. Я сейчас все отдельно запишу. Вам я, наверное, скажу сейчас просто. А другие будут смотреть. Или там заодно еще посмотрят. Заливайте не кипяток, но горячую воду в нее. Плохо видно. Вот она. В нее заливаете горячую воду и накрываете крышкой. И так оставляете. Горячая вода подымается. У нее пар. И в виде воды спускается. И весь мед окажется в воде внизу. Потом с этой воды можно, допустим, медовый компот. У меня называет его дедушка-пчеловод. Им можно облиться, помыться, например, для кожи очень хорошо. Им можно голову помыть. Вот, я мыла. Тоже очень хорошо. Его можно просто выпить. Его можно добавить в чай. Но единственное, он долго не стоит. Его нужно как можно быстрее куда-то деть. Он не будет вас ждать целый месяц. А то и больше. Вот так Дима развлекается. Спасибо. Все. Хватит. Мама устала. Залез. Молодец. А что дальше? Но не встает ножкой. Велико. Четвертый раз уже залазит. Сколько тебе энергии, а? В пятый раз не будешь залазить? Едет машинка, да? Счастливый ребенок, а? Ты счастливый ребенок? Ай-яй-яй, застрял. Застрял, да? Кто там прячется? Пчелка там прячется? Как пчелка поет, Дима? Как она поет? У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. У него же там песенка. А как она включается? Ты же умеешь ее включать, Дим? Вау, 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 она поет, да? Песня какая-то там в непонятном языке, скажи. Мы таких еще не знаем. Давай, пятый раз полез. Давай, давай. А ты какой сильный стал. Скажи, я каши ем много. Целую тарелку каши съел. Целую тарелку каши. Много ем каши, скажи. Я сильный становлюсь. Да. Сюда тоже полезешь? Тут ты застрянешь, Дим. Не надо, не лезь туда.